Ребят, всем большой привет! Гена, Волк, Дядя, Пат, Газгольдер, Балуи, Форзер, Форзерезор, такие погонялочные. Да, как будто бы мультяшные предперсонажи создали свою команду и вот решили поиграть. Я так думаю, если честно, что это команда с большим потенциалом, точно с большим медийным потенциалом, а вот что они покажут на поле, мы сейчас увидим. Или, может быть, Ники Феллини нас удивят так, что мы здесь просто всем обалдеем. Смотри, большой футбол там, другой, национальный чемпионат, уже непривычно, физическое время, уже очень удобно. Так, это первый шанс, и передача, а кто же здесь, а кто же здесь, ну как он разобрался? А дальше нарушение правил, и мяч в воротах, но уже после свистка. Смотрите, Дидюн, да? А нет, это Форзер делает эту передачу, и она проходит. Сейчас нормально перепутать Дидюна с Форзером, я не знаю, кому из них приятно, если честно, от этого, но я думаю, кому-то должно быть. Да, бой. Вот оно, вот этот рикошет, один рикошет от Шамиля Гасанова, и мяч отскакивает, но это, конечно, большие вопросы, почему. Игрок был там совсем один. Сказать, ну давай, я скажу, что это Фидос. Давай сразу после этой атаки, и здесь не падает игрок, как будто вратарь попросался его, это Ислам Акаеве. Так он, и он играет против Чистопитера, нормально? Работает детским тренированием, в детской школе смена, и выход один на один, почти один на один, и не дает он пробить. Ой, как молодец, Гено сыграл, не бросил. Ой, еще посмотрим этот момент, а здесь падение, и это Форзер на газоне. Как-то очень болезненно смотреть на то, как Форзер лежит. Все ли в порядке с ним? Ну, будем надеяться, что это все нормально. Давайте смотреть. А, они между собой, что ли, ударились? Да. На встречных пульсах. Ну, это неплохо. Возможно, это чрезвычайное происшествие, возможно... Замена. Друзья, а вот и ЧП. Да, вот и ЧП. Форзер получает травму и уходит через 10 минут после начала матча. В последних, на последних минутах очень много стало паузы. О, опять пять. Проходит эта передача, Акаева нет, но есть Дрига. Вау. Неплохо, да? Сколько? Человек 400 было на студенке. И это просто, ну, это первая хорошая атака. Акаев слева. Можно делать замах, он делает передачу. Будет ли удар? Но это шансы, это падение, и опасный штрафной удар будет прямо сейчас. Карьера. Звали на просмотр Фрубин, но получилась травма. А это опасный момент, и мы смотрим, удар выше ворот. Фух. Здесь мяч терять нельзя. Длинная передача. И это хорошая передача. Точная передача. Будет ли удар? Абель спасает команду Абельдос. Красавец. Вау. Вау, какой шанс был сейчас. 7 плюс 7. Не, не бинго, ничего. Он за спиной за Воке выбегает. Михаил Ижахов. Мика. Какой момент у Мики? Какой момент? В принципе, 100%. Да, в частности. Ну и после одного дальнего удара тоже классно себя проявил. Итак, подача. Отбиваются. Болисты чисто Питера. Это еще не все. Классно давит команда Нихи Феллини. И дальний удар в уши ворот. И он сказал, что не фор. Да, да, да. Вот, собственно, вот. Очень неожиданный и очень опасный момент. В команде были 11 таких, как Дидзюн. И еще один такой розыгрыш. Да, и это все спасение. Время первого тайма истекло. Но вы знаете правила чистого времени. Как только мяч выйдет, а он и вышел. Первый тайм заканчивается. Первый тайм заканчивается. И в целом, друзья, это уже некая сенсация. Потому что от Нихи Феллини мало кто чего ожидал. И эта команда себя проявила очень-очень здорово в первом тайме. 0-0. Чистый Питер. Это просто магазин одежды. Но вот стыки. Это история про спортивные достижения. Вот сейчас они оказались здесь. Конечно, чисто Питер. Но нет офсайда. Нет офсайда. Я, честно говоря, думал сразу, что это положение вне игры. Смотрим еще раз эту комбинацию. Дидзюн скидывает. Да, чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это же... Я, кстати, миллиметровый может быть. Дидзюн. Владимир Дидзюн. Мощно, мощно это было. Передача в штрафную площадь и падение. Газ показывает, что его толкали. Смотрим еще раз этот момент. Ну, нет, конечно, это никакое ненарушение правил. Газ так немножко неприятно упал. Мот, по-моему, называется она. Кстати, знакомый. А у него была футболка Шальтер. Ой, какой момент. Ну, это просто, просто. Браво сейчас, кто это был. 87-й номер. Смотрите, еще раз. Барш, шикарная передача. И да, это 97-й. Это Гельманов. Вадим Гельманов. Очень круто. Аплодисменты. Скоро чемпионат Савдовской Аравии будет везде показываться, транслироваться. 3-0, в монете, казалось, что все. Казалось, что все. А теперь угловой слева. И момент. Он там. Он там. Нет. А вот ты. Нет, такой. Рукой. Это что за марадона там появился? Да. И, смотри. Внимательно подача с угла поля слева. Вратарь. А, да. А, серьезно, что ли? Ну-ка, еще раз. Смотри, какой. Да. Да, он реально думал, мы это не заметим. Реально он думал, что сейчас, в данный момент, все моргнули одновременно. Ну, вот ошибаться нельзя. Мяч стали держать, инициатива. И что-то начинается вырисовывать. Так, 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 так. Ну, как это было близко. В итоге передача, да, не проходила. Попытка выйти в контратаку. Ну, что ж такое. Ошибается. Сейчас команда Никифеллини очень грубо. Ну, и передача влево проходит. И это очень опасно. Это пенальти. Это пенальти в ворота Никифеллини. Ой-ой-ой. Вот оно. Ой-ой-ой. Ну, что ж, заслуженно, наверное. Чат, все сюда. Дровосек сделал передачу первую. Потом туда, в штрафную. И, пожалуйста. Дровосек же открывается. Сначала пятка сыграл. Потом сам открылся в штрафной. И вот этот... Владимир Дидюн. Владимир Дидюн. Огромное количество матчей в чемпионате России по футболу. Первая его игра в медиалиге. И... Латзебуран гоу! Чисто Питер! 1-0 в матче против Никифеллини. Ну, а у нас, я так понимаю, что сейчас будет такой небольшой тайм-аут, потому что хотят ребята с Никифеллини разобраться. И... А там как бы сам Бог велел. Ну, как бы сам Бог велел, но это еще... Дальний удар! О, господи, боже мой. Ужахов перехватил мяч. На лево пас. Небо подключается. Небо удар по воротам. Но это очень высоко. Биби Гипп, он там сейчас, да? Он сейчас там. Если бы Ника Пелив перешел в Никифеллини. Ой-ой-ой-ой, здесь падение игрока Чисто Питера. Я надеюсь, ничего страшного, но игра продолжается. Никифеллини не выбивают мяч. Ужахов под левую ногу, под удар. И удар не получается. А дальше что? А дальше что? И удар не получается. И удар по-прежнему не получается. Ну да, ну да. Сейчас после этого матча сразу я еду на Спартак Зенит работать на Спартаковской студии. А удар по воротам. Вот, уже ближе. Уже ближе. Питого гола как-то чуть-чуть отдали инициативу. И, соответственно, появляется возможность у Никифеллини уже отыграться. Уже в первую камеру. Поэтому подача в штрафную площадь. Хороший момент. Макс Ханунников. Шах играет направо. Ужахов 7 плюс 7. 7 плюс 7. А как насчет удара? Это идет перевод туда. Ой-ой-ой-ой. Через себя в такой ситуации. Давай, Генчик. Вот и он, друзья. Поаплодируем Гену Миллер здесь. Я очень рад. Гену Миллер хороший парень. Он в этом плане открыт. Смотри, смотри, смотри. Какой прессинг. Какой прессинг. И сейчас будет касание. Есть касание. Это удар по воротам, нахрен. Это удар по воротам. Гену Миллер. Пускай это было не совсем створ, но... Ты смотри. На. Пойди поймай такой. Смотри, как вратарь его принял. Это, видимо, опасный удар был. Классная обработка. Конечно, в идеале он мог бы, наверное, поднять голову на луну на игрока. Так, 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 так. Передача, где Миллер? Он падает. Ну, это пенальти. Окей, а мы реально смотрим, кстати, на пенальти, оказывается. Да, Юра Апанасенко... Я прикалывался, Юра Апанасенко отмечает, что надо посмотреть. Так, давай, давай. Пенальти на Генею. Ой-ой-ой-ой, смотри. Но вратарь, конечно, был первый на мячах, но я не уверен, можно ли так делать. Так. Юр. Юр, че? Обалдеть. Юра Апанасенко говорит, что для него это пенальти, и он зовет Александра Филимонова смотреть. Гена Миллер заработал пенальти! Гена Миллер заработал пенальти! Закрывайте Медиалигу! Закрывайте Медиалигу! А пробьет? А пробьет? Хороший ли это вопрос? Ну что, Кануников? Ну что, как на Евро 2008 год, да? Шучу, на чемпионате мира 14-го. Итак, Кануников забивает гол. Два гола. Два гола. Питер забивает с пенальти. Но мы знаем прекрасно, что это еще не все. Медиафутбол видел историю и хлещи. Я видел сам, как отыгрывались 4-0. Ну вот сегодня с 3-0 отыгрались. Да, да, да. Много раз было, что отыгрывались 0-3 в Медиафутболе. Слушайте, это какой-то прикол просто. Я же сначала просто, ну, шуток. Вот и он! Это Сантьяго Федос. Дальний удар, да, нужен? Вот, в общем, я короче... Мощь, мощь, мощь. Это очень хорошо. Это и есть медиафутбол, каким он должен быть. Это Питер. Они тоже, кстати, не выносят мяч. Они тоже хотят еще один забить. Конечно, все играют в атаку. Это Фарзяр. Передача точная! И мяч остается в поле. Мяч остается в поле, поэтому и мы продолжаем. Играй в футбол! Это когда арбитру надо спешить. Родимов против. Он говорит, играем в футбол. И это победа чисто Питера в первом матче с Тыков. Ну что ж, с победой. С победой. Да, Антон, тебя с победой и всю команду чисто Питер тоже. Чепа сделал это. Ники Феллини в первом тайме смотрелись лучше. Но во втором тайме чисто Питер собрался. Гена Миллер заработал пенальти. Сегодня была яркая игра. Во втором тайме особенно. Это итог. 2-0 культура чисто Питера. Меня зовут Карен Адамян. Спасибо большое за внимание. Дальше еще два матча.